всем не болеть сегодня у нас на канале вновь будет обзор различных направлений и стилей примерно на 50 процентов техники демонстрируемые тренерами присутствуют в той или иной мере в нескольких направлениях сразу это лишний раз доказывает тот факт что рабочая комбинация используемая в одном стиле с легкостью может прижиться и в другом направлении чем способствует только улучшению и развитию данного направления сейчас мы видим демонстрации приемов перехвата атаки противника самозащиты и выхода на болевой это корейское направление под названием йом-та-суль на мой взгляд тут собраны приемы из хаб-кидоо джиу-джитсу и дзюдоо но я могу и ошибаться если среди вас уважаемые пользователи есть знатоки данного стиля мы будем рады услышать ваше мнение использование короткой ударной палочки в качестве рычага мы знаем из тхэквон до подраздел самообороны а также в тэг-гон-му-суль есть целый арсенал приемов где используется ударная палочка и в этом новом направлении приемы с использованием короткой палочки нашли себе применение и причем достаточно успешно как мы с вами можем убедиться на наглядном примере приемы на удушение заимствованные из джиу-джитсу узнает каждый человек который в той или иной степени имеет отношение к данной борьбе также мы видим что и выход на болевой захват и последующий контроль действий противника тоже очень сильно напоминает технику джиу-джитсу выскажу свою точку зрения на эти приемы такие броски где активно применяется в качестве дополнительного рычага ударная палочка могут быть не всегда эффективны в силу нескольких причин одна из которых упирается в только одну свободную руку хотя если мы обратимся к начальной базе этого направления то заметим что 90 процентов техники йом-то-суль как раз опирается на активную работу спортсмена с ударной палочкой идем далее крафт-мага я несколько выпусков посвятил данному стилю постаравшись привлечь внимание гостей канала ульт-дачмен к разрозненности и несовершенству многих методик данной борьбы вашему вниманию будут сейчас представлены два видео от разных тренеров по крафт-мага на примере которых вы сможете сами убедиться в моей правоте скажу сразу это направление изначально не задумывалась как спортивная а наоборот как эффективная система самообороны против нападения на улице будь то интеллигент с портфелем или наркоман с ножом в основе стиля лежат боксерские удары и передвижения а также принципы дзюдо но со временем в этом стиле появляются достаточно мощные приемы из джио-джитсу айкидо и других систем предназначенных для самозащиты от нападения плюс ко всему нужно добавить что многие инструкторы пришедшие в это направление имеют за плечами богатый боевой опыт получены именно боевых операциях в ходе борьбы с вооруженными преступниками на сегодняшний день существует несколько направлений крафт-мага которые разделяются на спортивные по своему внешнему виду очень сильно напоминающие каратэшатакан раздел самообороны с использованием толчков подсечек бросков и захватов против нападения на улице и несколько боевых направлений стиля предназначенных для сотрудников полиции спецподразделений и для армии именно третий вид стиля не может быть предоставлен в свободное пользование простому обывателю так же как и программа базовой спортивной и боевой подготовки сотрудников спецназ первые же два направления как система самообороны или спортивные преподаются сегодня практически в каждом городе и вот тут есть некоторые нюансы по вине которых крафт-мага во многих случаях получает негативные отзывы всему виной отсутствие единой методики преподавания данного стиля поэтому каждый тренер как говорится имеет полную свободу действий и выбора в плане тренировки некоторые сразу начинают вести курс самообороны обучая людей приемом и броскам не давая элементарной силовой подготовки а ведь именно силовая подготовка любого спортсмена является основой для его дальнейшего развития в спорте или в восточных единоборствах чем сильнее человек тем легче ему провести захват противника или сделать бросок например через бедро вряд ли физически неразвитый человек сможет выполнить те требования стиля которые выставлены перед ним вот вам еще один минус крафт-мага над которым не все инструкторы имеют желание работать особенно сильно это касается тех тренеров которые проводят разовые семинары по крафт-мага давая основы стиля всем желающим за деньги а на самом деле умалчивая что не каждый человек может выполнить то что ему показывают второй пример преподавания крафт-мага этот инструктор судя по первому впечатлению имеет опыт работы в полиции и показывает некоторые приемы обезвреживания противника часто используемые полицейскими в своей работе многое из того что мы видим на экране напоминает технический арсенал пенчак силат захват за ногу с последующим броском выход на болевой прием после проведения контратаки все это присутствует в силате но не забывайте о том что этот инструктор преподает не силат а крафт-мага поэтому мы видим то что видим интересно вот еще что с недавнего времени в крафт-мага введена оценочная система цветных поясов как в карате с одной стороны это звучит довольно абсурдно но с другой стороны если люди занимаются именно спортивным направлением крафт-мага то для стимула спортсменов и развития в них стремление к более высоким результатам система поясов имеет смысл но никак не в разделе самообороны тут играет роль не цвет вашего пояса а багаж накопленных знаний и боевой опыт на улице ни один бандит не спросит вас какого цвета у вас пояс в карате или айкидо вы понимаете что я хочу этим сказать данный боевой стиль не нуждается в том чтобы его представлять тхэквондо очень много людей утверждают что это красиво выглядит только в спортзале на тренировке но совершенно бессмысленно на улице против нападения так могут говорить только те кто никогда в жизни не занимался этим направлением и вообще не имеет никакого понятия о том что говорит мощные высокие удары ногами и молниеносные удары руками выделяют это направление из всех других ставя его в один ряд с эффективными системами самообороны в данной части выпуска у вас есть возможность посмотреть на реальные применения движений из формальных комплексов именуемых тгук просто сравните ту силу с которой наносятся удары в корпус противника с тем что говорят об этом направлении люди не имеющие корейскому виду борьбы никакого отношения мне как человеку отдавшему изучению не только этого направления но и других многие годы становится смешно когда кто-то говорит что это на улице не работает не надо путать красивую хореографию целью которой является привлечение людей к занятиям этим стилем с настоящим применением ударов и комбинации в настоящей жизни это как небо и земля показ техник всегда хорош и красив в реале же эти приемы выглядят не так красиво как в демонстрации но зато очень и очень мощно и эффективно уж просто поверьте мне на слово за долгие годы работы в службе безопасности мне не раз приходилось на деле применять полученные мной знания в тхэквондо или в других направлениях и скажу от себя что занятия карате или тхэквондо или каким другим направлением помогут вам в жизни достичь невероятных высот и приведут вас к успеху не забудьте подписаться на этот замечательный и полезный видеоканал посвященный тематике спорта и здорового образа жизни человека всем удачи